Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим запеканку из пекинской капусты с грибами. Это очень вкусное, сытное и полезное блюдо, которое готовится легко и просто. Итак, нам потребуется 500 грамм грибов, у меня шампиньоны, можно взять вишенки. Также нам потребуется 2 отборных яйца, 250 миллилитров жирного молока, то есть жирность должна быть не менее 3%, 1 луковица весом 150 грамм, 500 грамм пекинской капусты, 50 грамм любого твердого сыра, черный перец, соль и подсолнечное масло. Мелко порежем лук. Каким образом? Не очень крупно нарежем грибы. Примерно вот так, они потом у нас ужарятся. Некрупно порежем пекинскую капусту. У меня 2 небольших вилка, можно взять 1 крупный. Вот таким образом. Часть вилка у кочерыжки, где более толстые листья, нарезаем более мелко. Вот таким образом. Сыр натрем на крупной терке. Подготовим заливку. К яйцам добавим соль, чайную ложку, 1 третью чайной ложки черного перца. При желании можно добавить 1 четвертую чайной ложки мускатного ореха. Все это необходимо размешать вилочкой. В получившуюся смесь добавим молоко. Еще раз все размешаем. Заливка готова. Будем готовить. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарковик, продукты, овощи. И ждем 3 минуты, чтобы масло успело нагреться. Прошло 3 минуты, масло нагрелось. Отправляем обжариваться одновременно лук и грибы. Прошло 10 минут жарки. Грибы ужарились и они поджарились вместе с луком. Теперь добавляем капусту пекинскую. Потом все перемешаем. Поначалу ее тоже может показаться много, но она также ужарится, как и грибы. Все перемешиваем. Сверху заливаем заливкой. Еще раз все перемешиваем, чтобы заливка оказалась везде. При этом режим жарка уже отключаем. Сверху посыпаем тертым сыром. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме мультиповар 125 градусов. Можно использовать режим выпечка. 30 минут. Прошло 30 минут. Вот такая запеканка у меня получилась. Дадим ей чуть остыть. Отключим подогрев. После чего будем накладывать. Вот такая запеканка у меня получилась. Ее лучше подавать со сметаной или кетчупом. Запеканка получилась сочной и очень вкусной. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok